Мне хочется сказать несколько слов о Лере, потому что я учился вместе с ней. Мы с ней одного года рождения, 60-го. Я учился на композиторском отделении, она на теоретическом, как мы все знаем. И мы с ней встречались, конечно, больше всего в классе Елисона Васильевича Денисова. И мы постоянно, практически от прихода Елисона Васильевича до его ухода, очень часто сидели в этом классе с Лерой. И он рассказывал, я слышал, как он обсуждает ее работы, она слышала, как он обсуждает мои работы. Потом, как известно, Елисон Васильевич очень много музыки давал своим студентам. Это был фактически класс композиции. Я показывал свои сочинения, как и другие композиторы, которые у него учились. И это было тоже очень интересно, что он говорит нам о нашей музыке. Потом он показывал сочинения. Я помню, например, оперу «Заида» Моцарта. Свою же я даже не знал, что такая опера у него есть. Это был 79-80-й год, когда я учился. Фрагменты, конечно. И то, что он говорил о Моцарте, Елисона Васильевича, совершенно по-другому открывало мне смысл этой музыки. Он анализировал Моцарта, как абсолютно современного авангардного композитора. Вот это меня поражало совершенно, его мысли о Моцарте. Потом он показывал, как по линии играет вторую фортепианную сонату Булезе. Я думал, наверное, это труднее, наверное, вообще ничего нет на этом свете. И много-много других вещей. Это как-то он сказал, не расходитесь, сейчас Альфред зайдет. Он вторую симфонию хочет свою показать. Елисона Васильевич отошел к окну. Это было во втором корпусе, где-то на одном из последних этажей. Такой маленький классик. И, по-моему, 229-й, если не помню, не ошибаюсь. Елисона Васильевич стоял у окна задумчивым. Мы все молчали, говорить было не о чем. Вдруг он говорит, о, смотрите, смотрите, Альфред бежит, бежит Альфред. Мы подбежали к окну и увидели, как Шнитке через улицу, через Большую Никитскую, тогда улицу Герцена, огромными шагами, волнуясь, что он опаздывает к Денисову, чтобы показать ему свою симфонию. И он, запыхавшись, вошел. Вообще-то было какое-то совершенно ощущение такое необычное. И рассказывал нам о Второй симфонии, об этом соборе святого Стефана в Вене. Стефана, кстати, Валерия Стефановна. И, в общем, очень было интересно. Благодаря Дисону Васильевичу у нас в классе атмосфера такая создавалась. Атмосфера интереса к современной музыке и интереса к музыке. Он говорил мне, Ваня, почему вы так много работаете? Больше вас делает только Лера Ценова. Нельзя так много работать. Меньше давайте, давайте меньше делать. Вот, такие странные были у него довольно ко мне претензии. Потом мы общались, конечно же, на концертах, на всех почти концертах. Вот, этого цикла Денисовского, музыка 20 века, она была. И мы подходили, я видел ее маму замечательную, я видел ее брата замечательного. Вот, как-то помню, мне было приятно общаться с этой семьей. Вот, ну и, конечно же, потом у нас остались дружеские отношения с Лерой. Мы всегда обсуждали новые премьеры, новые события, обсуждали. Вот, я очень благодарен Валерии Стефановне за то, что она сыграла такую роль в объяснении, в пропаганде, в музыке 20 века, она любила Денисова, Губайдулину, вот, она очень много сделала. Она нам всем показала, что это не какая-то элитарная, авангардная музыка, недоступная массам, что это музыка, написанная для нас, для всех. Это музыка, которую люди с любовью написали, стремясь передать свою любовь. Это замечательно, Владимир Владимирович сказал по слову «любовь», потому что это тре-мажор. Я сразу помню, как вот сидел Денисов, стояла на купитере рояля «Партитура», и вот эта последняя часть рекламы «Люкс Этерна», «Люкс» – это свет небесный. Это тре-мажор, это соло литавр на ноте ре. Д – это Денисов, конечно, тут много каких-то моментов, очень связанных с этим. И потом уже через несколько лет в этом классе, по-моему, это 229, сейчас не помню, открывался портрет Денисова. Лера позвонила мне, предложила сыграть что-то. Мы сыграли с Мараговским пьесу для кларнета и фортепиано, и после этой пьесы я сыграл свою пьесу «В небе». КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok